Тему обсудим с Ольгой Трофимцевой, это исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия в 2019 году, посол по особым поручениям в МИД Украины с 22 по 23. Здравствуйте, рада приветствовать вас, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Смотрите, очень хорошей новостью поделился Дмитрий Плетенчук в эфире марафона Эйдыни Новыны, сказав, что украинский зерновой коридор Черноморья вышел на довоенные мощности. Можете ли описать тут более подробно по цифрам и по возможностям как для украинской экономики, так и для украинского агросектора? Да, это действительно хорошая новость, я могу их только подтвердить, и особенно вот последние цифры ушедшего 2023 года говорят о том, что действительно в декабре месяц показатели работы портов, так называемых, портов Большой Одессы были уже на довоенном уровне практически, то есть больше 4,5 миллионов тонн было перевалено и отгружено на экспорт этим путем. И это действительно очень хороший показатель и для экспорта как такового, потому что мы знаем, что в этом году Украина собрала, несмотря опять же на все сложности, несмотря на все вызовы и проблемы, которые существуют у украинских фермеров, 80 миллионов плюс-минус оценивается урожай зерновых и масличных культур, и, соответственно, мы прекрасно понимаем, что этот урожай нужно большую его часть экспортировать, потому что для внутреннего рынка так много нам не нужно ни зерновых, ни масличных, их нужно перерабатывать либо экспортировать вот в таком виде, как они есть. И, соответственно, эти вот экспортные возможности, созданные так называемым гуманитарным украинским экспортным коридором, они, конечно же, являются сейчас, я бы сказала, таким очень хорошим фактором снятия напряжения на рынке, которое мы знаем прекрасно, оно продолжает существовать, само собой, к сожалению, да, и давление на цены на внутреннем рынке также присутствует из-за того, что все-таки логистика остается таким узким горлышком, несмотря на все эти усилия. Но, тем не менее, вот такая стабильная работа из месяца в месяц, когда действительно мы видим очень хорошие цифры и по тоннажу, вот по тоннам, по миллионам тонн продукции, которая отгружается, и по количеству кораблей, которые заходят и удачно, успешно выходят с грузами и дальше, как бы, доставляют это зерно по всему миру, действительно, вот это стало таким хорошим фактором определенной стабилизации, я бы назвала, ситуации на внутреннем рынке и возможности, опять же, почему это важно для Украины и для украинского агросектора, это возможность планировать для наших фермеров, потому что мы прекрасно понимаем, что в этой сложной ситуации у них основная проблема как раз заключается в том, чтобы принимать решения касательно, например, посевной кампании уже вот 24-го года, что будем сеять, сколько мы будем сеять этой продукции, этих культур, для того, чтобы потом собирать соответствующий урожай. И вот такие новости влияют, естественно, на те решения, которые украинские фермеры принимают, и, опять же, стабилизируют ситуацию с тем, что для фермера это, ну, фактически, я бы сказала, такой позитивный сигнал, благодаря которому многие будут действительно сейчас планировать свою работу на вот как минимум следующий сезон и, например, на два сезона вперед смотреть, понимая, что да, мы можем экспортировать, у нас есть эта возможность, у нас есть Дунай, и мы смотрим, опять же, с оптимизмом на возможности экспортировать и сухопутными путями через нашу границу с Европейским Союзом. Несмотря на те сложности, которые сейчас там существуют, мы видим все-таки прогресс в разблокировании наших пограничных переходов. Соответственно, вот все такие, знаете, я бы сказала так, кирпичики, да, вот в этих хороших новостях, они складываются в довольно-таки, сейчас скажу, сдержанно оптимистичную, наверное, оптимистическую такую картину для украинских агропроизводителей. И это, если уже говорить, опять же, про общеэкономическое влияние, соответственно, понятно, что стабильная работа украинского АПК на сегодня является, ну, в принципе, наверное, залогом, я бы сказала, потому что это одна из немногих отраслей, которая, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, продолжает работать, проявила такую стойкость, вот, и обеспечивает в том числе, давайте не забывать, почему этот важен экспорт для мирового рынка, понятно, обеспечение пород безопасности в странах, начиная от Африки и заканчивая странами Ближнего Востока. А для нас это важно, потому что это валюта, которая тоже необходима для нормального функционирования и бюджета Украины, и нашей экономики. Я хочу, вот, кстати, в свете войны, продолжающейся войны России против Украины и обсудить планы на 2024 год для агрария, фермеров. Ведь, действительно, мы понимаем, что так, как прежде, уже не будет, по крайней мере, в ближайшее время, хотя бы потому, что была огромнейшая трагедия на Каховской, ТЭС, и мы понимаем, что, действительно, есть все еще оккупированные территории в Украине, мы понимаем, что Россия также крала урожаи и запасы, которые были. Насколько с этим удается справляться, действительно, формировать план на 2024 год, для того, чтобы не снизить объемы поставок, для того, чтобы, действительно, фермеры могли продолжать заниматься своим делом, которым они занимались на протяжении всей истории Украины. Да, вы знаете, но здесь, на самом деле, вы затронули в своем вопросе как раз два таких важных момента, и я бы их разделяла все-таки. Ситуация на оккупированных территориях из той информации, которую удается получить, скудная информация, но, тем не менее, даже лично общаясь с некоторыми нашими агропроизводителями, которые, к сожалению, находятся сейчас на этих временно оккупированных территориях, ситуация там непростая, в том числе, вот как раз эта сложность ситуации связана и с подрывом оккупантами Каховской ГЭС, потому что понятно, что очень много именно на юге и на этих территориях зависело от орошения. В связи с подрывом и отсутствием теперь подачи воды орошения невозможно, соответственно, на многих полях, там, где что-то выращивалось, это не выращивается. То есть, я, знаете, наверное, грубая оценка, скажем так, сейчас на оккупированных территориях, я думаю, что производство СГЭ-продукции, ну, минимум в половину, да, где-то на 50% точно снизилось, именно вот в связи с разными проблемами. Во-первых, отсутствие орошения, во-вторых, из-за нежелания многих фермеров работать в тех условиях, которые сейчас там, потому что, опять же, та информация, которая есть, показывает, что заставляют, даже если там заставляют свою продукцию продавать, то ее продают там по, заставляют, опять же, ее сбывать по каким-то заниженным ценам фиксированным. То есть, ну, это фактически, знаете, такой наихудший какой-то вариант, наверное, каких-то советских реалий или, не знаю, северокорейских реалий там. Вот. И это большая беда, конечно же, вот, связанная с этими оккупированными территориями. Мы надеемся, в 2024 году, я думаю, что у всех эта надежда есть на их деоккупацию скорейшую, вот, если не всех, то хотя бы части. Что касается работы фермеров на остальных территориях Украины, вы знаете, что касается планов, я думаю, что есть еще одна тема, конечно же, тоже довольно болезненная и довольно такая проблематичная для украинских производителей, особенно в восточных регионах, у страны тех регионов, которые расположены недалеко от линии фронта. Это заминированные территории, это обстрелы постоянные, под которыми тоже приходится работать и рассчитывать, к сожалению, на то, что твоя инфраструктура, твоя техника может быть повреждена в связи с артиллерийскими, минометными, да, и ракетными, или там налетами дронов. Но, тем не менее, опять же, эти все риски, наверное, вы знаете, опять же, фермеры за это время войны уже где-то приноровились или научились с этими рисками жить и работать, и, соответственно, это серьезно как бы на их планы не влияет. Для них важным и приоритетным является разминирование заминированных полей, естественно, потому что это даст возможность обрабатывать эти поля снова, и мы знаем, что над этим активно ведется работа и со стороны государства, и наших партнерских организаций, и сам бизнес, кстати, это делает и на юге Украины, в Николаевской области мы знаем, и в Харьковской области. И это показывает, опять же, вот это, знаете, такое упорство, которое вызывает только уважение и не меньше. И второе, я что бы хотела еще отметить, что мы видим, что происходит, все равно происходит, конечно же, определенный такой сдвиг в структуре производства, происходит в том числе пересмотр некоторыми украинскими агропроизводителями их подходов, их стратегий в работе, имеется в виду, например, кто-то переходит в переработку той продукции, которую они выращивают, то есть не обязательно это вести на экспорт сразу в виде сырья, а можно что-то перерабатывать и производить готовую продукцию здесь внутри на рынок и потом уже экспортировать ее и так далее, и тому подобное. То есть вот все эти такие элементы работы бизнеса, опять же, кстати, мы видели инвестиции в перерабатывающие и логистические мощности в Украине в прошлом году, есть официальная информация, и если отслеживать информацию по рынку, то это тоже говорит о том, что, несмотря на все сложности, вот аграрии инвестируют, инвестируют в транспорт, инвестируют в логистику, инвестируют в мощности для хранения своей продукции для того, чтобы она не теряла в качестве, инвестируют в переработку. И это, на самом деле, опять же, такой уже от бизнеса хороший сигнал о том, что, значит, в этом году, я думаю, что у нас тоже, если все будет хорошо, то урожай нам точно меньше не грозит, и, соответственно, мы будем, нужно работать над тем, чтобы сохранить, а лучше еще расширить возможности для полноценного экспорта зерновых, для полноценного экспорта масличных и других видов продукции из Украины, потому что украинский АПК, опять же, это для многих стало сюрпризом, но, несмотря на полномасштабную войну, он остался очень таким экспортоориентированным, и, я бы сказала, не люблю это выражение, но, тем не менее, локомотивом экспорта украинской экономики. Благодарим вас, Ольга, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Ольга Трофимцева, исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия в 2019 году, посол по особым поручениям в МИД Украины в 2022-2023 годах, была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok